Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. Таинство, в котором через возложение руки епископа на человека нисходит Святой Дух и поставляет его свершать таинство – все это о священстве. Именно о Хиротонии мы расскажем в этом выпуске программы «Благовест. Дорога к храму». Священником православной церкви может стать далеко не каждый человек. В число избранных входят мужчины, которые уже являются церковнослужителями, не женаты, состоят в первом венчанном браке или уже приняли монашеские обеты. У каждого священника своя дорога к храму. Лучезарным можно назвать этот путь для отца Дионисия Гришина. Он служит Богу и отчизне одновременно. Храм Святой Троицы, где он трудится настоятелем, располагается на территории 242-го учебного центра ВДВ. К слову, его папа, тоже священник, в юные годы чеканил строевой шаг именно по этому плацу. Видимо, Иерею Дионисию было на роду написано спустя время воодушевлять будущих десантников на подвиги. Своё становление на пути к Спасителю отец Дионисий называет «милостью Божией». Его дорога к храму началась через алтарь. Когда я пришёл в церковь, я тогда был, скажем, такой не особо, не глубоко верующий. Пришёл и посмотрю, у меня стоит отец. Вот зашёл, потом я уже выяснил, что это алтарь. Мне сказали, папа, я хочу посмотреть, что там. Говорит, тебе нельзя, надо спросить благословения. Вот он мне начал рассказывать, что там находится. Ну вот, потом подошли к священнику. Тогда это было ещё, жил я в Новосибирске, в Новосибирской епархии, теперь она метрополия. Тогда был настоятелем протереи Павел Патрин. Он посмотрел на меня и благословил. Говорит, ну, давай так, приходи, а дальше уже посмотрим. Таким образом, сам достался ему практически по наследству. Со времён апостолов благодать Святого Духа непрерывно передаётся через рукоположение от епископов к епископам. Эта непрерывность, преемственность связи, благодатных даров и власти священства является необходимым условием действенности всех таинств. Священство установлено самим Господом Иисусом Христом. Таинство иерархии Церкви установил сам Господь. И в век апостольский три чина священной степени уже существовали. То есть апостолы, проходя по городам, по странам, рукополагали епископов, да, рукополагали пресвитеров, то есть священников, которые затем уже устраивали, обустраивали Церковь Христову. И в Церкви есть такое понятие, как апостольское преемство. Что это значит? Это значит, что каждый священнослужитель, каждый епископ православной Церкви может восстановить цепочку иерархии. Неизменными с апостольских времён остаются и основные литургические тайнодействия, таинства. Возложение рук епископа на голову ставленника и соборная молитва. Установились чины священной степени ещё в первом веке христианства. Вот с тех пор Церковь знает три священные степени. Первая степень – диакон, вторая степень – священник или пресвитер, и третья степень – епископ, в которой также есть подразделения – епископ, архиепископ, митрополит и патриарх. Вот три степени священства в Церкви пребывают с первого века до сегодня. Рукоположение – акт сакраментальный. В нём, по словам Иоанна Златоуста, возлагает руку человек, а всё делает Бог. Возложение рук – только внешняя сторона таинства, внутреннее содержание – благодать Святого Духа, которая передаётся рукополагаемым во диакона, священника или епископа. Архиерей получает благодать посвящать других для совершения таинств. Священник – совершать таинство, а диакон – помогать при совершении таинств. Конечно, сказать, какие ощущения, какие впечатления, какое духовное состояние – это сложно. Ведь столько произошло, я ещё сам не осознал. Я это себе понимаю, как принятие служения, духовного служения. Как солдат в армии принимает присягу и становится воином. У него и ответственность возлагается определённая, у него и появляются определённые силы совершать определённые действия. Так и я воспринимаю, что у меня принял духовный пост, пост на служение Богу. День принятия сана разделил надвое и жизнь отца Анатолия Добровольского. В прошлом он был одним из миротворцев в Афганистане. В горячих точках Анатолий Добровольский занимался техническим обслуживанием самолётов. И хотя не стоял на передовой, но что такое смерть, сослуживцев знают не понаслышке. Что такое война? Там обязательно должны быть верующие. Кто во что верил, но в основном верили в Бога. Без этого просто невозможно было морально выжить. Теперь слово «мир» для старшего прапорщика, миротворца, имеет немного другое значение. Он совершает миропомазание, крещение, исповедует и причащает. День своего рукоположения он помнит, словно это было вчера. Прошло уже почти семь лет, но о своём решении служить Богу он не пожалел ни разу. Меня рукополагали в Ачаирском монастыре, в храме Дмитрия Солунского. Ощущения были, это не передать, конечно, словами. Очень изменения прошли большие, потому что как в психологическом факторе, так же эмоциональном, так же нравственном свои изменения. Теперь у него есть право перед Богом совершать шесть из семи таинств. Кроме самого таинства Хиротония. На это благодать есть только у епископов. Согласно древней традиции, сан архиерея посвящает только священников высшего монашеского чина, архимандритов, соборам архиереев. При этом, согласно 12 правилу 6 Вселенского Константинопольского собора, епископ должен быть безбрачен. Сейчас в церковной практике существуют правила выбора архиереев из монашествующего духовенства. Изначально, апостол Павел об этом пишет в послании к Тимофею, он говорит о том, что епископ одной жены муж. То есть изначально православная церковь позволяла женатый епископат. Впоследствии, в IV веке, на Первом Вселенском соборе, отцы собора приняли решение, что епископат в православной церкви должен быть безбрачен. Сделано это было с одной целью, чтобы человек, посвятивший себя высокому служению епископской степени, вернее, удостоившись таковой под влиянием выбора людей, общины, метрополии и так далее, все свое время и внимание уделял именно своей епархии. Прежде чем занять, говоря мирским языком, высокий статус, нужно пройти все ступени, ведущие к престолу. Рукоположение в диаконы совершается из ипо-диаконов, в священники – из диаконов, в архиереи – из монашествующих священников. Начинается путь к престолу с сана-диакона. Роман Лебедев помогает при совершении церковных служб и обрядов. К этому он стремился всю жизнь. И вот в день прощенного воскресения его рукоположили в диакона. В этот день-то у всех православных людей, каждый вспоминает свои какие-то, так скажем, прегрешения перед людьми, может, кого-то чем-то обидел, чтобы попросить у кого-то прощения. Но накануне готовился, конечно, молился, просил Господа, чтобы он все-таки принял такую жертву от меня. В день Хератонии во время службы священнику дается на дискосе тело Христово. И он во время службы стоит и держит это тело Христово, и молится, дается как залог, который священник должен сохранить неповрежденным до самого страшного суда. Что значит «неповрежден»? Значит, он свой сан, свой дар Божий, который ему Господь в лице епископа дал, должен беречь, стараться не грешить, стараться развивать в себе это духовное дарование и как можно людей больше приводить к Богу. Епископ совершает священодействия, которые не имеет права совершать никто более. К примеру, освящение мира, рукоположение кандидатов на священнослужение. Хератония во епископа делится на несколько частей – наречения, исповедования веры и хератонию на литургии, после чего новопоставленный участвует в совершении божественной литургии, и ему вручается архипастерский жезл. И огромная ответственность перед Богом – управлять и укреплять в вере свою паству. Ведь, как говорил Игнатий Богоносец, «все почитайте диаконов, как заповедь Иисуса Христа, епископа, как Иисуса Христа, Сына Бога Отца, пресвитеров же, как собрание Божье, как сонм апостолов, без них нет церкви». Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. Благослови, Душевая Господа, и вся внутренняя моя имя Святое.